Есть у нас еще один вопрос, короче, 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 короче. И я что-то вкратце хочу с вами поделиться еще чем-то из Писаний сегодня. И как мы уже привыкли, еженедельно мы даем два места Писания, из которых мы учимся, из цифер Тора, пяти книжей о Моисея, и из Нового Завета. И в этом недельном чтении, на этой неделе мы читали из Иоанна. И Иоанн, он был такой еврейский ученик, который писал определенным стилем для еврейского народа. Я хочу прочитать из 18 главы Иоанна несколько стихов. Кого вы ищете, снова спросил их Ешуа. То есть это когда он был в Гефсиманском саду, и воины по предательству Иуда пришли понять, кто там, кто, чтобы арестовать. И он спрашивает их, кого вы ищете? Снова спросил их Ешуа. Ешуа из Назарета, сказали они, я вам уже сказал, это я. Если вам нужен я, дайте уйти этим людям, ученикам. Он сказал так, потому что должны были исполниться слова Писания. Из тех, кого ты дал мне, я не потерял никого. Шимон Петр, это один из учеников Ешуа, у которого был меч, выхватил его, ударил слугу первосвященника и отсек ему правое ухо. Слугу звали Малх. Убери меч в ножны, сказал Петр Петру Ешуа. Эту чашу дал мне отец пить, неужели я откажусь ее выпить? Я уже говорил о той чаше, которую Ешуа должен был испить, образное выражение. И мы говорили о грехах Израиля и всех народов, которые Ешуа принес на земле. Но то, о чем я хотел поговорить сегодня, я хотел поговорить о Симоне Петре, о Шимон Петрус и о его поведении. И я очень много ответил о том, о чем Теодор говорит сейчас. Это часть моего месора. Потому что то, о чем Федя говорил, оно каким-то образом говорит о том, о чем моя проповедь тоже говорит. И я назвал свою проповедь, эмоции, страх и Дух Божий, Дух Святой. И это три маленькие части, о чем я хотел бы поговорить с вами. И мы знаем про Шимона Петра, что он был один из самых приближенных к Ешуа учеников. И когда на последней встрече, в пасхальном ужине, Ешуа сидел, и Петр был очень близко к нему. И там был такой разговор, кто отречется, кто не отречется, и Петр сказал, за тебя я свою жизнь готов пожертвовать. И это были слова Петра, я свою жизнь готов отдать за тебя. И он сказал, я всегда буду верен тебе, пускай даже все отрекутся. И это та часть, о чем я хочу говорить вначале. Мы много раз, когда мы очень близко к Богу. В те периоды жизни, когда у нас есть особый момент, близость с Богом, мы даем часто... Мы даем Богу часто много обещаний, нетер на еврейском, обещаний, я сделаю для тебя что-то и так далее. И это иногда происходит только в первую очередь, когда мы начинаем быть обещаний. И очень часто такие вещи случаются в нашей жизни, когда мы делаем, особенно первые шаги исследования за Господом. Были в нем ведение, познали Его, и тут у нас разогревается, и мы даем обещания. У нас вдруг какой-то огонь внутри появляется. И у нас много эмоций возникает, мы хотим чего-то сделать. Для Него, вот Он очень нуждается в нашей помощи. В этот момент мы наполнены, мы хотим помогать людям, благовествовать им, рассказывать им о любви Бога. Потому что мы чувствуем Его близость. Мы чувствуем, что Его руки тебя поддерживают. И ты перед Ним даешь обещание, я это и это для тебя сделаю. И в тот же самый момент ты полон уверенности, что ты до конца пойдешь, чтобы сделать все. И многие из вас могут со мной согласиться, в жизни у каждого были такие моменты в этом. Это наша эмоция. Это совершенно не Дух Божий. Это не помазание, это не что-то сверхъестественное. Это что-то ты вдруг принял, получил. У тебя эмоции поднялись, все сделают для тебя. Иногда такие вещи могут случиться даже не в наших отношениях. Человек-Бог, а человек-человек. У тебя есть какая-то идея сделать что-то. Если вдруг зажигаешь, что ты хочешь это сделать, я буду это делать. Я в своей жизни переживаю такие моменты. Я зажигаюсь на какую-то вещь, проходит парочку недель, и я начинаю угасать. И вот была пасхальная вечеря, Иешуа был рядом с ним, это зажигало. Все было спокойно. И не было никаких экстремальных случаев переживаний. И все было как бы настолько просто и открыто. Я все для тебя сделаю. Когда все в порядке, нам не сложно давать какие-то обещания и быть уверенными, что мы их исполнили. Но это все наша эмоциональность. И вот мы видим ситуацию, Иешуа окруженный воинами из храма, и Петр достает меч. И он делает что-то, он готов двигаться ради... И он кидается на одного из слуг храмовых, и он отсекает ему ухо. И очень часто мы тоже в первичном запале готовы кинуться в бой, бить тебя в грудь и даже сделать какие-то аресты. И вот кто-то вдруг там чего-то противостоит мне, моей идеею, моему обещанию, и поначалу я полон энергии противостоять. И читаем, это случилось, потому что Иешуа или эмоция были рядом с ним, он был готов двигаться вперед. Но потом мы читаем, есть другая ситуация. Когда Иешуа арестовали и привели его к Иафе, и завели его внутреннюю часть дома. И там вокруг ходят много слуг первосвященника и много стражей, и Петр попадает в ту часть дома. И мы видим, как страх начинает сковывать Петра. И там были люди, которые узнавали, и говорили, а, ты что же ученик, ты же ходил с Иешуа. Мы видели тебя, ты хотел с ним. Но в этот момент он все, что же он говорит, нет, 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 я даже не знаю, кто это. Почему? Почему такая вещь случилась? С нами такие же вещи случаются частиком. Я хочу попробовать объяснить, как они случаются. Как вы можете подумать даже в этом моменте, он сказал, в конце концов, Петр, я его не знаю. Я никаким образом с той компанией не связан. Он для меня абсолютно чужак. Два часа назад его порыв готов умереть за Иешуа. И вот задаешься вопросом, предал ли он Господа? Я хочу спросить вас, как вы думаете, было ли это предательство? Кто считает, что это было предательство? Тарим, ну я. Окей. Предательство? Сделал ли он грех? Было ли это ужасным поступком? Нарушил ли он, предав Иешуа, какую-то из заповедей Господних? Нет, он ничего вроде бы такого записанного не нарушил. Но он предал. И почему такое случается? Потому что Господь в этот момент не был рядом, не было поддержки. Что значит не стоял рядом с ним? С одной стороны мы читаем в Евангелии от Луки, другого евангелиста, что даже во всей этой ситуации еще был недалеко и видел, как Петр отказывается от него. И мы помним, в Евангелии от Луки написано, что Иешуа стоял буквально в нескольких метрах, и Петр отказался, пропел петух, Иешуа повернулся на него, посмотрел, и Петр смутился. Мы читаем, что он вдруг почувствовал внутри себя страшное разочарование, переживание. Он увидел глаза Иешуа и смутился, раскаялся. Что же сделал? Что же там случилось? Что там такого ужасного случилось? Я хочу сказать, что очень часто многие из нас, все мы, часто поступаем абсолютно подобным образом. Все. Мы даже не понимаем, как мы это делаем. То, что сделал Петр, он по сути сказал, и насказательные другие слова, он сказал, я не тот, за кого вы меня принимаете. Он сказал, по сути, я не тот, каким я должен быть. Что такое для нас? Слово, я не тот, каким я должен быть. И это вот как раз та часть моей проповеди, которая соединяется с той мыслью, которую Федя... Если мы избрали для себя путь, и согласились идти за Господом, и идти по этому пути... И мы называем себя, я ученик его. Я хочу, я иду за ним. Я верую в Господа, иду за ним. И вы знаете, когда человек делает такой шаг и называет себя учеником, сразу есть какие-то принципы, которые он обязан исполнить. Это какие-то один, два, три, четыре, которых ты должен стоять. Потому что именно вот эти пункты, которыми ты соглашаешься и делаешь, они определяют тебя как ученика. Или ты да, или ты не ученик. И что с нами случается? Что с нами случается. Многие из нас прекрасно понимают эти принципы. Мы пытаемся, мы храним эти принципы, мы пытаемся оберегать и исполнять их. Но чаще всего мы все вот эти вот один, два, три, которые для ученика еще не нужно делать, делаем когда мы в огне, когда мы близки. И когда особенно нас никто не видит. Или когда мы собираемся здесь на собрание, все вдруг хорошие ученики. Но когда мы выходим наружу, когда мы сталкиваемся с внешними обстоятельствами, вот где проверяются ученики, я поясню, о чем я говорю более простым образом. Если есть какой-то принцип. Допустим, я как ученик решаю каждый раз молиться, благословлять еду, вот сажусь за еду. И я благословляю Творца за ту еду, которую Он дал мне. И я нахожусь дома, в окружении своей жены и детей, и я каждый раз это делаю. И когда друзья собираются верующие, я благословляю еду. И вдруг я пригласил неверующих людей. Вдруг что-то затыкает мой язык. Я продолжаю благословлять еду или нет. Что случается? Вдруг я начинаю стыдиться чего-то. Я вдруг начинаю переживать, стыдно мне, как же, это же человек неверующий. Что он подумает, как он скажет про меня. И я делаю шаг назад. Я вдруг уже не тот, каким я должен был бы быть. И он сказал пару минут назад, если ты избрал путь, старайся держаться этого пути, прилагай к этому усилию. Я уверен, в жизни каждого из нас есть те принципы, которые мы избрали для себя. Быть как верующий. И как часто мы какие-то вещи приступаем и игнорируем. Потому что творец, он наблюдает за нами. Он близок и смотрит, как мы ведем себя. И он смотрит на каждого человека, на верующего и неверующего, испытывая твое сердце. Он смотрит и проверяет, что же ты делаешь перед ним. Если ты нарушаешь тот принцип, с которым ты решил жить. Потому что в таком случае ты просто предаешь его. Потому что ты поступаешь точно по образу Петра. Я не тот, каким я должен был бы быть. Каким я решил быть. И так как вот Ешуа в тот момент в Луке написано. Посмотрел на отрекающегося от него Петра. И Петр смутился. Он таким же образом смотрит на тебя. Смотрит твои глаза и он подчеркивает что-то. И он чувствует что-то, когда он смотрит на тебя. А ему самах. Рад ли он. А ему ехоль ли йот ге бимашата осе в ершата меднаэ. Горбится ли он этим моментом, что ты в этот момент предаешь. Иллюхим меот самах в ая ге кшеистакель ал Иов. Написано про ситуацию, которая записана в книге Иова. Написано. Творец сказал. Радуюсь, смотря на раба моего Иова, который во всем поступает, как решил поступать. И в жизни Иова эта вещь случалась, когда он всякий свой путь сводил к тому, что он поступал по принципам, которые Бог уложил его сердце. Он старался угадить. А ему ге бано. Но вопрос, таким ли образом Господь радуется ли о нас. И иногда можно посмотреть и сказать, жалко. Жаль мне, что ты сейчас другой, не тот, который должен был быть. Потому что два часа назад, когда ты был на собрании, вокруг были огневерующие, вел себя по-другому, чем сейчас. Потому что несколько часов назад ты был совершенно в другой группе. И там никто не обижал, там тебя поддерживали, ты поддерживал. Говорил красиво, в твоих словах даже ни одного мата не было. А тут вдруг тебе на ногу в автобусе наступили и ты открыл свой рот. Если мы не поступаем по тем принципам, которые Бог вкладывает в нас, мы нарушаем, мы предаем его. И ему очень больно. И очень больно ему. Конечно, он прощает, когда мы просим прощения. Но что же делать, чтобы исправляться, чтобы не оставаться вот этим же самым? Есть пути и шаги, какие важно совершать. Первое, это просто понять, что да, частиком я нарушаю тот принцип, который Бог вложил в мое сердце. И важно у Небесного Отца попросить прощения. Я мог бы на эту тему много говорить. Я в половине о том, о чем хотел говорить. Но на сегодня, наверное, даже и не надо продолжать. Просто подумайте. Он, Творец, каждый момент времени смотрит на тебя. И знает каждый твой шаг. И всякий раз, когда он смотрит на тебя и говорит, делаешь правильно или нет, у него есть на это реакция. Есть чувство или радуется тебе, или огорчен. И избери для себя путь, которым бы ты хотел ходить, радовать Творца или не очень. Я хотел бы закончить, чтобы мы вместе могли помолиться на эту тему. И потом у нас будет еда, благословим ее. И мы благословим ее. Небесный Отец. Мы благодарим тебя за Твое Слово. И мы благодарим, что ты молчишь нас и наставляешь нас на всякую правду, на всякий правильный путь. Я прошу, что Мое Слово, которое мы провозглашаем здесь, могло бы что-то сделать в наших сердцах. Я прошу, что каждый мог принять для себя истину и решение. И мог следовать за Тобою. И избирал каждый бы путь, в котором он сказал, я хочу быть таким и я буду. И я благодарю Тебя, что ты всегда близок к нам. И что ты всегда заботишься. И мы избирали путь веры, доверия Тебе. Благодарим Тебя, Отец. Амин. И мы благословляем Тебя, Небесный Отец, за всю ту еду, которую ты дал нам. Благодарим Бог, Царь Вселенной. Производящий хлеб из земли. И благословен Тебя, Царь, который производит плод виноградной лозы. И благословен Ты, Творец, который дал нам этот благословенный день, Шаббат. И дай нам во имя Иешуа войти в покой, который ты приготовил для нас. И все это скажут. Амин. Амин. Шаббат шалом.